Поговорив о преимуществах, конечно, нужно поговорить и о недостатках, которые чаще всего рассматривают в контексте выбора реализации логики в хранимой процедуре, хранимых процедурах на сервере базы данных или же в прикладном коде. Итак, короткая недостатка. Разделение бизнес-логики. Понятно, что чаще всего полностью всю логику обработки информации вынести в хранимые процедуры или прочие конструкции, которые характерны для использования посредством СОБД нельзя. Ну, просто по разным причинам. Иногда это неудобно, иногда это неэффективно, иногда это в принципе невозможно. И поэтому в тех случаях, когда логика обработки данных, так называемая бизнес-логика, управляющая логика, будет условно размазывана или разделена между приложением и базой данных, это всегда повлечет сложности с точки зрения отладки, с точки зрения реализации, с точки зрения осознания того же, где что сделано и каким образом это необходимо менять. Поэтому эта часть, очевидно, является, скажем так, слабой стороной позиции реализации в хранимых процедурах чего-либо. Ну, а также часть, о которой мы говорили немножко раньше, это меньше языковая выразительность процедурных расширений СКОР. Ну, тут мы уже все, наверное, сказали. Понятно, что они не так удобны, не так привычны, не так хорошо это грижутся с другими программными компонентами, как обычные, что-то реализованные на обычных языках. Третий момент – непереносимость. Опять же, было сказано, что если мы пишем какой-то код хранимых процедур под конкретную СУПД, вероятность того, что мы что-то куда-то перенесем потом, ну, она сопоставима с повторной реализацией того же самого. Однако есть, конечно, какие-то подходы к тому, чтобы упростить эту задачу. Например, PostgreSQL активно рекомендует и пишет туториалы, каким образом, например, можно перевести хранимые процедуры и прочую логику, реализованную подорогу для использования в PostgreSQL. Но, тем не менее, саму по себе проблему это не решает. То, что непереносимость в данном случае играет важную роль. То, о чем мы тоже говорили, это погружение в особенности СУПД. Часто для того, чтобы понимать, каким образом работают хранимые процедуры, какими они должны быть, как их создавать, где они хранятся и каким образом получать к ним доступ, надо внимательно погружаться в структуру СУПД, понимать, как она работает именно конкретно, данная СУПД, все ее особенности, отличия от стандарт. Не то, чтобы это хорошо или плохо, но понятно, что если мы говорим о каких-то стандартных подходах, то знание каких-то конкретных особенностей, оно всегда усложняет разработку. Отладка. Ну, тут тоже, в принципе, довольно понятно. Если для больших коммерческих систем, таких как Oracle и Microsoft SQL, есть средства для отладки хранимых процедур, и, ну, скажем так, расширенные, привычные всем разработчикам средства трассировки, точки остановки и все прочее, то для большинства открытых СУПД таких средств просто нет. И в случае их использования отладка процедур – это отдельная большая проблема, особенно если их набор широк, и они активно применяются. Ну, и даже, говоря о средствах разработки вендоров больших систем, больших систем СУПД, зачастую сложно их сравнить с привычностью и скоростью отладки программных компонентов, которые многие разработчики, которому многие разработчики привыкли, используя интегрированные среды разработки. И еще существенно усложняется отладка в тех случаях, когда мы используем программные компоненты хранимой процедуры, реализованные в виде программных компонент на сторонних языках. То есть мы говорили о том, что, например, для Oracle можно писать реализацию хранимых процедур на Java, для Microsoft C Sharp, для Fairbird, может быть, тот же из XC или Object Pascal. И при этом надо понимать, что вот в этом случае отладка затрудняется еще существеннее, потому что уже зачастую даже средств коммерческих СУПД не хватает для того, чтобы полноценно проанализировать, что происходит в каких-то ошибочных, проблемных случаях. Ну и еще некоторый минус, но он может быть скорее характерен для, в принципе, для использования СУПД, это некое такое так называемое версионирование. В частности, когда мы речи ведем о разработке программных компонентов, то версионировать исходный код достаточно просто. Есть много систем, которые для этого предназначены системой контроля версий. И они, в том числе, эти системы нацелены на то, чтобы упростить поиск ошибок, в каких ревизиях были ошибки внесены, каким образом можно их исправить. С точки зрения версионирования кода хранимых процедур и возможности отладки все не так однозначно и просто. То есть тоже подходы существуют, но они существенно менее привычные и зачастую нужно реализовать некие специальные какие-то компоненты программные, которые, естественно, тоже могут содержать ошибки, так называемые инсталляторы, все системы миграции, которые позволят нам использовать хранимые процедуры, скажем так, в более привычном с точки зрения процесса разработки виде. Однако это все же не так наглядно, не так удобно, не так привычно для разработчиков, как использование системы контроля версий для обычного процесса разработки. Итак, мы немного поговорили о преимуществах и недостатках. Чуть-чуть попозже приведем примеры использования хранимых процедур. Ну и дальше поговорим о следующей части, когда можно использовать процедурные решения языка SQL. Ну и опять же